Так, это был вопрос относительно вора Варкрафта. Как вы считаете состояние лора Варкрафта в данный момент? Не кажется ли вам, что оно стало нестабильным, недоговаривающим и больше фан-сервисным? Этот вопрос я взял на себя. Отвечу следующим образом. Мое личное мнение такое, что он не стал таким. Он как раз стабилизировался после того, как были написаны хроники. И мы имеем такой вот канон, в который можно заглянуть. Там Псалом 55, и вот тут написано вот такое. То есть это было сделано специально для того, чтобы... В свое время он выходил первый том, когда выходил фильм Варкрафт. То есть это была некая азбука, некие вещи, которые связаны именно с введением новичков в курс дела. Вот. И опять же, Легион был последним дополнением, последней главой в большом сюжете, в большой сюжетной арке, которая разворачивалась еще с времен третьего Варкрафта. А то, что сейчас мы имеем такое некое состояние неопределенности, я списываю это на то, что все-таки у нас сейчас начинается новая глава, и идет, скажем так, расстановка новых фигур. И далеко не все еще высказано. То есть у нас даже полностью нет диспозиции главных сил и главных героев. Поэтому вот из этого, возможно, создается впечатление рыхлости, неоднозначности, недосказанности и скомпанности. Если есть у кого-то что добавить, с радостью послушаю. Так, во-первых, Диму, пожалуйста, включи, а то он у нас отрубился. А он включен. А он у нас включен. А он с этим, а он не согласен, что он включен. А я не вижу. Алло, алло. Алло, он включен, он включен. Давайте по очереди. Так, ну я бы... Я здесь скажу только одно, что мы действительно сейчас в переходном моменте, когда старые злодеи, даже не со времен третьего Варкрафта, а со времен первого, упомянутого одной строчкой, умерли, новые еще не родились. И мне кажется, все, весь позавчерашний стрит, он именно этому, что надо делать новых злодеев, но мы еще не решили искать. Хорошо, интересная идея. Я мог бы поспорить, но... Да, Дима, твое мнение. Да, значит, я еще одну вещь добавлю, что лор в данный момент отличает одну особенность, из которой, возможно, он так многими воспринимет шаги, хотя бы, по большей части, и заслуженно. До этого у нас в течение довольно долгого времени лор развивался медленно, плавно и логично. То есть, у нас те же напряженные отношения Орды и Альянса, там был бы практически нейтралитет в Ваниле, в ТБЦ Эльфы Крови и Дренеи сначала враздавали, потом помирились, потом были врата гнева, был катаклизм и Пандария, когда дошло именно до войны, до Гороша. Потом Орду просили, был Тренор, где был союз, и Легион, где был вообще союз, не считая вывертов Гена и Сильвана, практически дал бы занять десны. И после этого резко, без подведений, без намеков, без какого-либо сюжетного вазелина, на нас опрокидывают тендеросилы и разрыв вообще всех мостиков, ниток и каких-либо хороших отношений. Это, я поздравляю, было решение намеренное, и это было как такая мягкая перезагрузка всей Вселенной. Поэтому сейчас не имеет смысла как-либо оценивать, как именно кайт-слор, потому что последние полгода он кайт-слор совершенно не так, как катился все остальные 20 лет. То ли кто-то принял решение это, то ли к этому уже Вселенная дошла, и надо было резать. Ну, вчера на стриме было сказано, что мы имеем, значит, сюжет разрабатывается там на годы вперед, и я... В это, если честно, я не верю. Он, конечно, решение о тендеросиле, оно было сделано, конечно, не за неделю, что называется, но я считаю, что это было явно не 10 лет назад. Ну, это, опять же, мы свечку не держали, я буду, не буду как-то, не устану повторять фразу Джона Статца из его дневника, что все публичные спекуляции не верны. Да, то есть, это большими буквами надо написать себе где-то. Костя, у тебя есть что-то добавить по поводу? Ну, я бы мог бы сказать только традиционное, что не нужно сразу изначально исходить из того, что разработчик дурак, ты самый умный, и ты наверняка, и вот ты что-то увидела, тебе сразу не понравилось, раз оно тебе не понравилось, то оно значит, что это ошибка, редкон, это DTP, я разработчик дебила, ты самый умный, как бы, что если всегда исходить из такого, то ничего хорошего из этого не получится, вот, ну, по-моему, это вещь очевидная. Ну, а второе, нам ввели еще в хрониках, что у нас есть шесть этих космических сил, и все они по-своему где-то плохие, где-то хорошие, и я думаю, что нам просто будут это тасовать в разных комбинациях, потому что в том же БФА и даже в Дреноре у нас была даже природа плохой, так что тут есть задел, вот, и это не то, чтобы плохо, вот. Я скажу только одну фразу, к сожалению, исходя из опыта таких хороших некогда фирм, как BioWare и Electronic Arts, я с этим утверждением согласиться не могу, я надеюсь, что оно пока еще не применило в Blizzard, но то, что наверху виднее, в отношении разокончиков, это не всегда правда. Я на концовке Mass Effect 3 понял, что никогда не нужно надеяться на то, что разработчик все сделает правильно. Это маленькое было вступление, переходим к повестке дальше. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...